Жень, чтобы никто не газовал там, если что. Все, поехали? Друзья, всем привет. Как обычно, воскресенье в 7 часов выпуск. Жду ваших вопросов, которые мне будут пересылать сюда в Телеграм. А я сегодня расскажу немножко, где находится наша компания. Значит, на сегодняшний день у нас продано 3,5% акций максимально возможного объема реализации. А это не более 49%. 49% это потому, чтобы 51% остался навсегда за мной, для того, чтобы я мог гарантировать те преференции, о которых я сейчас говорю, для акционеров, для наших. Поэтому я считаю, что мы очень-очень активно развиваемся. Ну, был план, ну, он очень был оптимистичный по привлечению порядка 120 миллионов рублей за этот год. Ну, на сегодняшний день у нас привлечено уже 39,5 миллионов рублей. В рассрочках порядка 17 миллионов рублей. Ну, и учитывая то, что у нас очень нестабильно работали платежные системы, учитывая то, что мы по факту были отрезаны от иностранных, зарубежных инвесторов, я считаю, что это очень хороший показатель. У нас до сих пор нет еще платежных систем, которые бы подходили для тех, кто из зарубежа инвестирует. Вывод средств также недоступен. Конечно же, это очень большой объем потенциальных наших инвесторов, для которых мы пока недостижимы, для тех, которые еще пока не могут проинвестировать в нашу компанию. Соответственно, решив эти все вопросы, мы получим достаточно высокий объем инвестиций, уже в ближайшей перспективе. То есть для этого у нас и предназначен рестарт компании. То есть у нас не только для этого. Как вы знаете, есть некоторые вопросы, которые требуют доработки. И улучшенная работа сайта, наличие достаточного количества платежных систем. Перевод сайта на разные языки. Пока у нас только их три. Есть Индия, где нужен язык хинди. Поэтому очень часто получаю письма из-за рубежа о том, что нужно сделать вот это, сделать нужно то. И, соответственно, я всем говорю, что, ребята, давайте дождемся января. Не торопитесь пока. Не торопитесь развивать активно, продвигать. Потому что у нас еще много, что будет доработано. И, соответственно, продвигать компанию вам будет намного проще, намного легче. В общем-то, движемся мы достаточно активно. И, соответственно, по плану, по графику. Ну, дорожную карту слегка, в связи с тем, что у нас не 120 миллионов, а 40, в данный момент привлечено, мы слегка подредактируем. Но это не проблема. Я думаю, что мы потом в будущем нагоним, а может быть даже и перегоним тот план график развития, который у нас на сегодняшний день есть. 100% уверен в том, что в 2020 году главные цели, а именно получение патентов во всех странах, где имеет смысл это сделать, процентов на 80 мы точно перекроем, значит, этих стран, где есть смысл делать эти самые патенты. Это план на 2020 год. И также посетим, значит, соответствующие выставки. Сейчас мы не будем размениваться, ну, не то что размениваться, ну, тратить время на выставки не очень значительные, не очень значимые, потому что все-таки это достаточно большое количество времени отнимает и достаточно большое количество ресурсов. Это требует перемещения макетов, доставка, сборка, личное присутствие на этих выставках и так далее. Постепенно у нас набирает обороты команда по продвижению проекта, вырабатываются скрипты по работе, по продвижению проекта в интернете. Особенно последние 10 дней я почувствовал прям значительное понимание у команды, как это делать, что нужно делать. Поэтому я вижу очень хорошие перспективы и значительные сдвиги уже в 2020 году. Также мы, естественно, сейчас потихоньку начинаем планировать мероприятия по запуску компании «Ветер», то есть компанию «Энерджи-2020», для тех, кто не знает, мы будем переименовывать в компанию «Ветер». «Ветер» расшифровывается как «Винт-энерджи-технологи-эровозобновляемый», то есть очень хорошее такое, я считаю, название, оно уникальное, его ни с чем не спутаешь. И, соответственно, проведем такой хороший рестарт. Это будет такое публичное событие, я пока не знаю, это будет Москва или город Сочи, но, скорее всего, это будет Москва. Я думаю, на данном мероприятии будет не менее 100 человек, это будут, прежде всего, конечно, наши акционеры. Где мы встретимся, где мы поговорим очно, ну и по бокалу шампанского 100% поднимем. Так, ну и, ребят, надо еще отметить, что мы сейчас попали в очень-очень интересный тренд. Сейчас, вы знаете, что идет очень большой тренд на зеленую энергетику, очень активно. Очень активно распространяются ветроэлектростанции вот такого типа. Ну, я думаю, большинство зрителей уже знает о том, что это очень сложное устройство. Ну, в двух словах, на высоте 120 метров у нас находится генератор массой 200 тонн и одна лопасть 207 тонн. Плюс есть еще у нас такое неблагоприятное воздействие на окружающую среду в виде инфразвука. Поэтому, друзья, я вижу очень хорошие перспективы развития ветроэнергетики с вертикальной осью. Тогда, когда мы используем несколько зданий, 3, 4 или 5 зданий, или, может быть, даже чуть-чуть больше. С тем, чтобы с помощью них сконцентрировать этот самый воздушный поток, закрепить ветроэлектростанцию между этими самыми зданиями, установить аэродинамические щиты, которые позволят нам сделать ветроэлектростанцию бесшумной. Бесшумной я имею в виду, что этот шум не может приносить вреда или каких-либо помех для тех, кто обитает в этом здании, для тех, кто находится рядом с этим зданием. Ну и очень важный момент, который мне здесь больше всего нравится, это направление, возможность направить воздушный поток под магнициальной линией к окружности ветроэлектростанции. Это очень важный, существенный момент. Это эффект рычага. Все когда-то откручивали колесо у автомобиля, и все знают, что если вы берете в руки трубу, надеваете на ключ, у вас появляется рычаг, и, соответственно, намного меньше требуется усилий для того, чтобы открутить самую такую гайку, тяжело закрученную. Так, сегодня у нас эфир на улице. Можно было сделать внутри офиса, но решили сделать его на улице. Не знаю, как пойдет дальше. Немножечко прохладно. Так, ну и еще, друзья, опять же, и вопрос, например, сколько нужно продать и чего нужно продать для того, чтобы окупить вложенные инвестиции инвесторов на сегодняшний день. Я напомню, что у нас есть патентное изобретение, и, соответственно, мы будем продавать лицензии по патенту. Лицензии по патенту – это означает, что если кто-то захочет воспользоваться нашей технологией, то он должен будет, обязан будет просто приобрести лицензию на использование. Я считаю, что цена 5% от стоимости здания, стоимость самой лицензии – это не проблема для девелоперов. Это очень такое интересное и выгодное предложение. Так вот, друзья, если мы продаем лицензию для 100-метрового здания или 200-метрового здания, то, как правило, такое здание стоит 100-150 миллионов долларов. Я говорю сейчас не про Россию, конечно же, это речь идет про Китай, про Объединенные Арабские Эмираты и другие развитые страны. Где уже давно привыкли к тому, что здания могут и должны быть, соответственно, высотными. Потому что земля в городской инфраструктуре, она достаточно дорогая, поэтому мир не стоит на месте. Здания, хотим мы того или не хотим, высотные здания становятся абсолютно обычными, привычными нам объектами. Поэтому, если мы на сегодняшний день привлекли 40 миллионов рублей, ну, если с рассрочками это почти 60 миллионов рублей, то, реализовав одну такую лицензию, соответственно, будет выручка компании порядка 5 миллионов долларов. Соответственно, мы можем, конечно же, уже нашим инвесторам выплатить не только их вложенные денежные средства, но и уже с прибылью, сделать это с прибылью. Но наша задача продать не одну лицензию, наша задача продавать эти лицензии поначалу десятками, потом сотнями, а может быть, 2027-28 и тысячами штук. Как бы это ни казалось такой, ну, недостижимой, может быть, для кого-то целью, я считаю, что это вполне достижимо. Можно вспомнить, как быстро состоялся переход от лошади к автомобилю, вот, хотя особо никто не верил в то, что автомобиль это интереснее, чем лошадь. Ну, сами понимаете, сейчас все ездят на автомобиле. Этот переход прошел, ну, буквально за какие-то, за каких-то 10 лет. За каких-то 10 лет, ну, не забывайте, что мир в тот момент, он развивался намного более медленно. И сам по себе автомобиль на тот момент это было куда более сложное, куда более сложное устройство, чем, соответственно, здание, где представлены достаточно простые вещи. Ветроэлектростанции, они еще работали до нашей эры в Древней Египте и делали ту работу, которую могли бы делать люди, но египтяне додумались сделать так, чтобы эту работу делал ветер. Так. Ну, и еще, друзья, у нас, на самом деле, патент есть один, базовый. Он такой очень простой, его нереально обойти, можете с ним ознакомиться. Соответственно, ну, у нас также есть еще пул патентов и есть еще заявки на получение патентов в будущем. То есть, есть у нас умная смарт-лопатка, заявка на патент, есть у нас уже здание с такими дополнениями, как аэродинамические щиты и вот эти все тонкости, нюансы, это нужно делать не в главном патенте, это нужно уже делать в пуле патентов. Этот пул патентов у нас есть, на страничке автора он имеется, есть ряд заявок, ждем по ним получения также патентов. Патентов на изобретение и на полезные модели. Так, ну вот, друзья, сейчас перехожу я к вопросу. К вопросам. Так. Ага. И вот, значит, мне Данил прислал такой скрин, это вопрос от Любви Распутиной, она у нас вопрос на YouTube задала. Она пишет, что не получилось зарегистрироваться на сайте, пишет, что логин набирай неверный. И я всякие пробовал, они как, что делать, может у вас видео обучающее есть. Любовь, да на самом деле, скорее всего, вы делаете все правильно, но это речь идет про ELS, сайт ELS, это новый проект, который мы запустили на прошлой неделе. Кому интересно, как там развиваются события, задавайте вопросы, конечно же, на них отвечу. Ну, друзья, тут у нас такой предстарт, он даже не в бета-версии, он, наверное, скорее даже в какой-то зета-зета-версии, где у нас есть очень скромная главная страничка, где на нем есть буквально три видеоролика, в общем-то, и кабинет для регистрации, да, для приобретения. Ну, все в таком режиме очень даже тестовом, поэтому иногда бывают сбои, и более того, звонков с тем, что человек не может зарегистрироваться или оплатить, получил я достаточно много, порядка, наверное, 15, да. Ну, для такого этапа развития, я считаю, что это достаточно большое количество, в общем, кто-то до сих пор так и не получилось зарегистрироваться, купить, то там регистры какие-то, то нижние используйте, то верхние, то есть, ну, команда айтишников, она работает, вопросами эти занимаются, достаточно оперативно мы их устраняем. В принципе, кто очень настойчиво хотел зарегистрироваться, кто очень настойчиво хотел проплатить, а такие были, которые в покое этот вопрос не оставляли, даже более чем двое суток, и писали по нескольку десятков сообщений, как у них на эту тему продвигаются дела, и все-таки они зарегистрировались и приобрели, да, приобрели эти самые акции. Так, поэтому, Любовь, давайте так договоримся, если у вас до сих пор, до настоящего момента не получилось зарегистрироваться, на страничке автора есть мой личный телефон, Telegram, WhatsApp всегда в доступе, в любое время суток пишите, если мне неудобно, то у меня звук выключен, поэтому как только будет удобно, соответственно, я получу от вас сообщение, и этот вопрос мы решим, конечно же, положительно. Так, Денис Черненко спрашивает, привет, Денис, очень рад тебя снова слышать, подскажись, с чем связан такой резкий рост акций? Денис, ну, на самом деле, никакого резкого роста здесь я не вижу, я думаю, до конца года у нас еще значительная прибавка будет, но и, Денис, в условиях рыночной экономики спрос определяет, соответственно, стоимость, и поэтому тот спрос, который на сегодняшний день есть, это тот прогноз, который мы решили, можно составить с учетом расширения сведений о том, что такая компания существует, а в том, что в нее можно инвестировать, ну, постоянно наблюдается приток новых регистраций, новых инвестиций, и все время это растет, поэтому это нормально, это справедливо достаточно. Относительно той стоимости, которая ожидается к 2023 году, этот рост, он, можно считать, что он совершенно даже невеликий и никакой даже не резкий. Вот, ну, наверное, так, если не ответил на вопрос по вашему мнению, то задайте еще раз. Так, Олег Джадиев пишет, привет, два вопроса, есть ли расчеты по возможной вибрации и 40% на рефералку немного ли? Олег, ну, здесь по поводу вибраций, вибрациям здесь браться неоткуда. Дело в том, что сама по себе ветроэлектростанция, она вращается со скоростью 3-5 оборотов в минуту, поэтому возьмите любой объект, я не знаю, там, колесо автомобиля, повесьте на него кирпич там, да, на какую-то одну сторону, вращайте его со скоростью 3-5 оборотов в минуту, и никакого дисбаланса вы не почувствуете. То есть это с учетом того, что, ну, как бы здесь, конечно, очень сильно нарушено, то тот момент нарушен, что эта вибрация, она будет, конечно же, чувствоваться там при оборотах 20 оборотов в минуту. То есть если кирпичу прикрутите, да, поэтому вибрациям, вибрации, ну, как-то вот, как вам сказать, сравнить, да, то есть, ну, не знаю, там, парусное судно. Парусное судно, какое бы оно ни было, большое или маленькое, вибрации на парусе их там не бывает. Если танк вы сбрасываете с парашюта или человека, то эти все эффекты, они тоже одинаковые, там тоже отсутствуют вибрации. А вот если электрический мотор вращается с большой скоростью, там, куда больше, чем, там, 5 оборотов в минуту, там, то тогда там уже, конечно, возможны вибрации, да. Так, ну, а по поводу 40% на реферальную систему, ну, Олег, ну, я не скажу, что такой есть огромный ажиотаж тех людей, которые хотят и могут работать по реферальной системе. Кока-кола, она, по-моему, 60% оплачивает на рекламу, а мы платим 40% на рекламу. Я думаю, для стартапа это не велики. То есть, это нормальный бюджет. Для стартапа это нормальный бюджет, 40% отдавать на рекламу, учитывая то, что компанию вообще никто не знает. Нет, учитывая то, что об его изобретении даже рассказать достаточно трудно. И, по-моему, у нас был такой предприниматель, Довгань, да, Довгань, ну, есть, конечно, такой предприниматель. И где-то он рассказывал историю, когда Стив Джобс просто звонил и говорил, вы знаете, вот представьте, пишущая машинка, но только она с экраном. Ну, естественно, люди задавали вопрос, а зачем мне экран, если у меня пишущая машинка, мне вот напечатать надо. Он говорит, ну, понимаете, вы будете больше делать работы, она будет у вас более качественной, можете исправлять ошибки, копировать тексты и так далее. Ну, естественно, никто на тот момент не ощущал какой-то необходимости в этом устройстве. Поэтому 40% на рекламу, я считаю, это нормальная сумма. Вот, ну, если будет возможность у компании позволить себе снизить расходы на рекламу, то, ну, наверное, будем на эту тему думать. Но пока не приходится. Так, и еще вопрос, значит, Денис, привет. Ренат Сакиров спрашивает, если компания зарегистрировала за рубежом, когда заработает Advanced Cash? Да, Ренат, смотрите, компанию за рубежом зарегистрировали, но теперь нужно открыть счет. Открыть счет, это будет иностранный банк. Ну, и, соответственно, этот банк, он, конечно же, будет задавать вопрос, что за род деятельности у вашей компании. Ну, знаете, если бы я был гражданином Англии, да, наверное, то, наверное, это быстро бы этот вопрос мы могли бы решить. Или если бы я был гражданином США, где рынок ICO достаточно хорошо развит и доступен для граждан США, то как бы проблем не было. А учитывая то, что совсем система не готова к раундинвестинговым проектам, и те, кто анализирует эту деятельность, и они находятся достаточно далеко. То есть все диалоги с ними проходят заочно. Ну, сейчас я думаю, как сделать так, чтобы меньше всего вопросов у них вызывало то, что у нас вообще происходит, понимаете. Потому что заочно разобраться в этом почти нереально. Да, ну, я вообще планирую AdvancedCash с января. С января, да. На самом деле, не очень... Ну, можно было бы его запустить и прямо сейчас, но не знаю, насколько долго бы он проработал это, во-первых. Во-вторых, Во-вторых, еще нарочно я не хочу это делать, потому что я хочу, чтобы те ребята, которые за рубежом находятся, и которые хотят развивать проект, чтобы они в нем разобрались хорошенько. И сейчас такие уже есть, и это Вьетнам, и это Индия, да, и это из Италии ребята, которые, ну, как раз просят и AdvancedCash в том числе, и еще некоторые вещи, и перевод сайта на их язык. Вот, ну, соответственно, я им говорю, ребята, не торопитесь, пожалуйста, не торопитесь, все успеете, никто не опоздает. С января месяца мы, соответственно, должны будем все это обеспечить. Так, вот Ветер перемен пишет нам. Денис, привет, сколько пакетов по трансплогистической системе уже продано? Ну, на следующий день продано 24 пакета по 100 тысяч рублей. Ну, на самом деле, если бы четко работали и платежные системы, и сайт, ну, я думаю, мы бы их продали уже, ну, все бы были бы проданы, да. Ну, еще штук, ну, 20 мы бы точно уже продали. Ну, сами понимаете, не у всех хватает терпения. Вот, когда нажимаешь, нажимаешь эту кнопку, а там какая-то ошибка вылазит, то в этом моменте, то в этом моменте. И некоторые эту покупку отложили, вот. Поэтому еще пакеты есть, еще есть. Так, Дмитрий Проничев пишет. Денис, какие новости из Дубая получилось разместить макет? Дмитрий, нет, не получилось пока макет разместить. Честно говоря, даже не занимался этим. Ну, последние полтора месяца пролетели как один день, пока не добрался до этого. Кроме того, до размещения этого макета в Дубаях, хотелось бы все-таки снабдить его генератором, да, для того, чтобы он уже мог вырабатывать энергию и зажигать, зажигать эти башни. То есть, все-таки для публичного размещения, наверное, все-таки так надо сделать. Почему? Потому что если мы здесь в России на выставке, здесь приходят в основном наши акционеры, да, посмотреть на наше устройство, то в основном они технически развитые люди. Ну, я понял, что надо все-таки как для третьеклассников подключать генератор, ставить и давать возможность им самим его включать, выключать, чтобы они видели, как это устройство работает. Это у нас вещь тоже в работе. В работе нужно изготовить передаточный механизм, который из 25 оборотов в минуту, ну, в макете эти обороты будут побольше, потому что масштаб поменьше, да, до 1200 оборотов. В общем-то, это несложный механизм, но наш макетчик немножечко нас подзадержался он у себя дома. Вот. Я надеюсь, что он в скором времени разрешит все свои бытовые вопросы и включится обратно в работу скорейшим образом. И в этом смысле работа закипит. Вот. Ну, и еще, честно сказать, еще, друзья, в Дубаях, у нас тот макет, который в Дубаях, у него нужно переделать нижнюю часть. Дело в том, что тот материал, который использовался для изготовления этого макета, а именно это был, ну, то есть, в общем, те материалы, которые держат его стройненьким, да, они на жаре немножко попыли. Ну, вот так вот случилось, что они поплыли, и он немножечко разъехался, да. Поэтому есть еще также необходимость нижнюю эту часть изготовить заново и ее туда доставить. И, на самом деле, ничего плохого в этом нет, потому что изготовим мы эту нижнюю часть здесь, встроим туда передаточный механизм, встроим туда же генератор и уже комплексом его туда доставим. Я думаю, это нормальный вариант, потому что, сами понимаете, в Дубаях искать токарей, материалы и пытаться им объяснить, что нам нужно сделать, и сделать это за те же деньги, что на территории Российской Федерации, ну, наверное, почти нереально. Так, Стас Ганатук спрашивает. Приветствую, Денис, скажи, когда двинемся в сторону Китая, стоит ожидать в 2020 году? Ну, я думаю, что выставку нам в Китае нужно тоже какую-то посетить, но посмотрим по стоимости, сколько это будет стоить. Ну, в Южную Корею посетить выставку мы считали, с учетом доставки макет туда и обратно и оплаты за саму выставку, это миллион четыреста рублей. Ну, и мы подумали, что лучше мы доставим макет в Дубай, и мы сделали это, доставили макет в Дубай, который нам понадобится на выставке Экспо-2020. Ну, небольшие работы по реконструкции его мы проведем, будет у нас он стройненький и работоспособный. Ну, красокрасивый, сами видели, что он очень красивый. В общем, те ребята, которые разгружали его, перевозили, да, то есть это, ну, из жителей Пакистана, то есть те, кто там разные работы выполняет, самих Дубаев, я не видел ни одного, который бы не захотел с ним сделать селфи. На самом деле макет очень красивый, но надо его доработать. Так, Дмитрий Пронщев. Саудовская Арая начала грандиозный проект по привлечению туристов, постройке новых зданий и многое другое. Были мысли выйти на их рынок? Да, Дмитрий, конечно же, мысли такие есть. Нужно все-таки вот этот 3,5 метра макет нам доделать, достроить, да. И я думаю, просто устроить такой тур до выставки Экспо-2020, у нас достаточно много времени есть, устроить тур, это как раз посетить все Эмираты, посетить потенциальных наших заказчиков. И, соответственно, показывать, рекламировать этот объект. Но я прекрасно понимаю, какие они мне будут задавать вопросы. Это количество вырабатываемой энергии, то есть объем этой вырабатываемой энергии, как крутящий момент будет передаваться. У нас это все есть, но это пока не в чертежах, там, знаете, от компании Сименс, да, когда Сименс там приходит, папка чертежей, все рассчитано, там, сметчики, там, материалы, там, базы, все у них понятно. У нас пока этого нет, друзья. Пока этого нет, но, так или иначе, зажигать, зажигать и поселять в их головах мысль о том, что здания могут и должны быть энергоэффективными, мы себе можем позволить. Поэтому уже нужно это сейчас сделать. И, соответственно, я так думаю, что такой тур, ну, боюсь загадывать, честно, очень время быстро идет. Ну, наверное, после рестарта, после рестарта, а это конец января, такой тур будет организован, конечно же, видеоотчеты, как обычно, будем делать на YouTube, выкладывать, и, соответственно, будете видеть нашу работу. Так. И вообще, друзья, кстати, вы обратную связь, мало кто дает обратную связь относительно тех фильмов, которые у нас сейчас появляются на YouTube. То есть, не то, чтобы я там на комплименты напрашиваюсь, но хотелось бы все-таки больше обратной связи дать. Ну, и сразу скажу, они не несут в себе какой-то, знаете, такой информации глобальной, такого лекционного, какого-то типа, такого посвященческого, да. Но, видите, мы сейчас здесь подстраиваемся под зрителя. Зритель сегодня привык информацию воспринимать, как сказать, знаете, по-легкому, наискосок, что ли, то есть в каком-то развлекательном формате. Поэтому это мы сейчас тоже пробуем, разные форматы, в каком-то ролике мы немножко философии дали, в какой-то ролик просто вон там все такое, какое-то музыкальное, да, получилось. Поэтому вы давайте обратную связь, будем понимать уже, какого именно характера они должны быть, какой продолжительности они должны быть, чего там должно быть больше развлекательной части или философской какой-то части, или чисто там научной информации там, да. То есть скажите, в каком виде дать информацию, будем под это дело, конечно же, подстраиваться. Но я вообще по-своему, как бы, так вот, мои размышления на эту тему такие, что такой ролик вы можете отправить другу, вот. Он никакой не тяжелый, он легенький, он по легким посмотрел и вам же задал вопрос, а что же это за люди, что это за компания, что они вообще делают. Ну и в конечном счете он приходит, то есть у него накапливается какой-то список вопросов, он приходит на прямой эфир и, как ему кажется, там самые серьезные вопросы он здесь в прямом эфире задает и получает ответ, соответственно, от меня. Я думаю, такой вариант будет наиболее правильный, потому что он будет наиболее корректно, наиболее корректные ответы получать на те вопросы, которые его интересуют, соответственно. Так, что у нас дальше? Гамза Дадуев пишет, в Дубае тоже строится новый город современный. Да, конечно, и в Китае строится, и в Дубае строится. Более того, друзья, я считаю, что в ближайшие пять лет, восемь, мы увидим очень большие глобальные изменения. В частности, это будет относиться и к городам. Города – это инфраструктура, это как завод, один большой завод, в котором и живут, и работают. Так вот, в каком, соответственно, сама инфраструктура, сама логистика такого предприятия, она оказывает большое влияние на себестоимость продукции, которую выпускает это предприятие. Ну, а здесь продукция у нас и услуги, и товары, и так далее, так далее. Все больше сейчас государств будут задуматься о том, что логистика в этих городах, скорость перемещения, качество жизни людей в этих городах – это все играет огромное значение. Поэтому мы сейчас видим, что многие ищут решения этим вопросом, там, загазованность, пробки, перемещения в городах. Вот, в частности, есть такой проект в Америке, где собираются строить подземные там, для того, чтобы автомобиль мог туда спускаться и на тележке передвигаться. То есть, ну, друзья, когда познакомили вас с проектом транспортно-логистической системы города, когда будет макет воочию, да, когда вы сможете вокруг него походить полчаса или часик, а потом пожить с этим один, там, месяц, да, пофантазировать немножко, понять до конца, понять, как это все будет выглядеть, То есть, вы, я более чем уверен, придете к выводу такому, что, ну, эти предложения, они, знаете, ну, мягко говоря, некачественные предложения автомобилей отправлять по тоннелям под землей. Это не самые, не самые лучшие предложения. Вот. Есть намного более экономически правильные решения, намного более комфортные решения, намного более, как сказать, больше решающих вопросов, понимаете, в этих самых городах. Вот. Ну, также сейчас Китай строит новые города, и это тоже не самое правильное решение. Почему? Вот в апреле смогу эту информацию вам в развернутом виде, соответственно, показать. О чем идет речь? Если мы говорим про трансплантистическую систему города, и не забывайте, то есть, друзья, это изобретение, оно находится в списке 100 лучших изобретений России. Также Российская Академия Архитектурных и Строительных Наук включила этот проект в альбом «Инновационные предложения расам». То есть, на самом, на самых верхах, в кругах самых крупных специалистов в вопросах градостроительства мы получили, вот, соответственно, такой комплимент. Вот так вот. Так. Стас пишет. Такой вопрос назрел. Будет ли ограждение между зданиями в том месте, где расположены сами лопатки в нижней части здания с точки зрения безопасности людей и животных? Или ось будет выше расположена по отношению входа в здание? Ага. Стас, ну, смотрите, сама по себе ось, она статичная, она стоит как колонна, не знаю, там, у любого дома, там, то есть, она не вращается, да. То есть, все механизмы, которые, там, могут выполнять какую-то работу, они находятся внутри, то есть, вы их не видите и не слышите. Ну, а сами установки располагать в самом нижнем ярусе, я думаю, смысла особого нет, во-первых, потому что, действительно, там должны свободно передвигаться, передвигаться люди, да, и плюс еще ветра там не очень сильные. Лучше начинать ветроэлектростанции строить с высоты метров 20, наверное, да, если мы говорим про здание 100 или 150 метров высотой. Ну, а если это здание само по себе низкое, там, допустим, это крайний север какой-то, или это вершина горы, и там сильные ветра 7-8 метров в секунду, ну, там, наверное, достаточно будет выбрать такую оптимальную высоту, чтобы люди продолжали свободно передвигаться, ну, при этом ветроэлектростанция им помех никаких не создавала. Так, Руслан Литбеков пишет, класс, я не совсем понимаю, как вы будете это реализовать, найдете подрядчиков на деньги инвесторов или своя бригада строителей, да, и какие у вас вакансии? Руслан, ну, смотрите, если мы говорим про технопарк, то, конечно, мы будем это делать своими силами. Это будут наши строители, я сам буду на строительном участке постоянно находиться, мне это интересно все. Вот, это первый объект, будем, конечно же, привлекать, поэтому, может быть, это будут те, кто как раз и смотрит наш сегодняшний эфир. У нас уже есть пример того, когда ребята просто смотрели эфиры и потом они, соответственно, вышли и задали вопрос о вакансиях, соответственно, некоторые из них сейчас уже у нас работают в компании, но эта работа в основном относится к продвижению. К продвижению почему? Потому что сейчас у нас этап – это патентование за рубежом, поэтому в этом смысле у нас работает компания, вот, это специализированная компания «Сибирь Патент» называется. Лучше у них эту работу ни один специалист не сделает, потому что это целый большой специалистов в области получения патентов. Ну, и посещение выставок. Ну, для посещения выставок нам нужен, прежде всего, оператор, ну, и тот, кто это все будет организовать. Такие два человека у нас сейчас есть. Оператор, фотограф, да. Так, Виталий Дмитриев пишет. Фильмы, шедевры. Пора делать полнометражный...